Детей сразил новый вирусный контент. Персонажи там другие, но суть та же. Короткие ролики без диалогов, сценарных ходов и внятного смысла уже набирают сотни миллионов просмотров. Аудитория зрителей до 10 лет. Чем же эти странные ролики завлекают детей, разбиралась Анна Воропай. Стройными рядами унитазы едут по дорогам, летают по воздуху и выпускают ракеты прямо в мозг зрителей самого популярного веб-сериала. Скибиди-туалеты называют феноменом. За рекордные 120 миллионов просмотров. Прямое попадание в психику. Пока взрослые мечтают это развидеть, трэш-контент без остановки смотрят дети от 3 до 10. Действительно подсаживаются на вот эту гадость, я считаю. И им это нравится. Получается, что она их затягивает. Владимир пожаловался на сериал в полицию и Минцифры. Пусть тоже посмотрят, проверят и, может быть, запретят. Сотни родителей уверены, такие мультики мешают детям развиваться. И с ними согласны психологи. Формируется представление о мире, о жизни. В дальнейшем может вести к проблемам и даже к заболеваниям. Таким как минимум невроз и как максимум это может быть даже развитие шизофрении. Но это не точно. Поющие унитазы далеко не первые детские страшилки. Родители хватались за голову, но как-то пережили атаку зубастых Хаги-Ваги, сиренеголовых и бабушку Грэнни. И вот теперь банду монстров сменили поющие унитазы. Их называют вершиной клипового мышления. Проще говоря, цифрового слабоумия. В сериале нет ни одного диалога, только драки. Ютуберы объясняют, в этой простоте, граничащей с абсурдом, секрет мировой популярности. То есть это как, по сути, как сериал, это укороченная версия сериала, из которой убрали все лишнее, оставили только действие. Именно поэтому одна условная серия длится не 60 минут, а 60 секунд. Маркетолог, который помогал инфо-цыганам зарабатывать миллионы, раскрывает механизм раскрутки скибиди-туалетов. Короткое видео пользователи смотрят до конца. Для алгоритмов видеохостинга это сигнал. Ролик интересный, а значит, его надо рекомендовать другим пользователям. Получается, что процент удержания очень высокий. Так как это короткий ролик, так как он дурацкий, его пересматривают еще. С удивлением пересматривают сериал и профессиональный мультипликатор. Вердикт режиссера популярного мультика про Машу и Медведя. В скибиди-туалетах нет ни сценарных ходов, ни раскадровки. Ничего того, что раньше требовалось для успеха. Но ведь смотрят. Дети видят, может быть, отражение своего творчества, что это сделано также на коленке и руками такими же неумелыми. И узнают себя в этом. Нашествие скибиди-туалетов уже перешло из онлайна в офлайн. Кто-то очень предприимчивый наладил выпуск игрушек. По мотивам веб-сериала. С детьми приходят, вот эти вот страшилки берут. За ним беги. Вот этот плюшевый унитаз продавцы называют самой популярной мягкой игрушкой, которая потеснила привычных мишек, котиков и даже стаю гусей. Его не так просто найти. Раскупают быстро. Для полноты предлагают купить все 32 персонажа коллекции. Совсем скоро полчища этих монстров поселятся в детских. Чтобы не испортить отношения с ребенком, взрослым советуют не запрещать просмотр скибиди-туалетов, а переключать внимание на что-то доброе и вечное. И надеяться, что тренд на сортирный юмор быстро пройдет. Анна Воропа, Никита Яковлев, Константин Чистяков. Известия специально для РЕН-ТВ.